Журналисты информационного агентства «Грозный Информ» решили провести маленький эксперимент. В социальных сетях распространилось видео, где человек пропускает через сито чай марки МК, и у него получается смесь, якобы похожая на морданцовку. Сегодня мы решили это проверить, так ли это на самом деле. Как вы видите, перед нами три пачки чая. Все они куплены в разных супермаркетах города Грозного. Они не открыты, то есть не сыплится ничего. Сейчас мы перед вами откроем. Начнем с этого. Нальем сюда небольшое количество воды, как это было на том видео. Думаю, будет достаточно. Думаю, будет достаточно. Ничего не происходит. Чай не меняет своего цвета, а выходят лишь маленькие крупицы этого самого чая. Такой же коричневый цвет, как у самого чая. Ничего не меняется. Продолжаем наш эксперимент. Открываем следующий чай. Произошло то же самое. Обыкновенный чай, который я пью с самого раннего детства. Кстати, он очень вкусный. Не произошло ровным счетом ничего. То же самое, что и было в двух ранних случаях. Обыкновенный чай, обыкновенная крупица того же чая. Он не поменял никакого своего цвета. Так, для чистоты эксперимента мы заварим этот чай. Чтобы вы поверили, что этот чай не только самый мгновенный, но и вкусный, я дам его своему коллеге. Запах у него точно такой же, как у обычного чая. И не на вкус тоже, да. Очень вкусный чай, и ничего особенного. В итоге мы выяснили, что чай, который мы купили в Ратан Супернафе, как в городе Грозово, ничем не отличается от того чая, который мы все привлекли. Ратан Супернафе